Кто, чем будет заниматься молодой семье? Вы, дорогие друзья, сегодня наши следители. Я подойду поближе к нашему молодым. Стану так позади, как чертик, да? Кудок. Как змеискуситель. Вот так будет более правильно. Итак, чем будет заниматься наша невеста? Если можно, по-закому, сделать потише, огласите сами. Хорошо, без список. Сказать вам дать по телефону, ходить по ресторанному кафе, и я скажу, кто-нибудь гори в ресторанном кафе? Я буду просто зайчину. Я сейчас на шутке, и эти мать хорошие нереально. Бог с ними с ресторанами кафе. Все будут в рушу раздать, а не раз в пятницу. Друзья мои, вот так вот с первой бумажки вот такой вот раздол пошел. Да, сразу. Девушка сказала, что она будет менять... Не-не-не, обратно не кладил. Друзья мои, идем дальше. Вам повезло, честно говоря. Вот сразу видно легкая рука у вашей супруги. Давайте читаем, что у жениха. Друзья мои, легкая барабанная дробь. Итак, жених будет... Учить ребенка. Учить ребенка будет наш жених. Пока, как говорится, жена по ресторанам, меняет шутки и бриллианты. По ресторан-ремонту! Да-да-да. Святая жена! Святая, святая жена. Итак, идем в следующую бумажку. Что будет делать наша жена? Что? Делать покупки. Делать покупки. Помни. Да-да-да, это знаете, вот как в некоторой серии идет жена с тремя пакетами, а муж идет на телефон, и, боже, целый день. Сейчас мы вот это, шатаемся по супермаркету. Только устали, только устали. Так, нам бегались. Так, идем дальше. Достаем. Да. Следующая. Ну-ка, что будет? О, дорогие друзья, любимое дело всех мужчин. Примерно, все прям в тост. Будет пить пиво. Ну и пиво с утра, конечно, знаешь, принесет. Потому что, наверное, хорошее. Понимающее. Да, дорогие друзья, будет пить пиво наш жених, по-моему, за ему вот такой секундовский долг. Идем дальше. Еще кто-то забавный. Следующий. Там, по-моему, есть очень заговыристые штуки. Ну-ка, так вот. Итак, что будет делать наша невеста? Будет делать дизайн. Делать ремонт, написано. Делать дизайн для ремонта, да, будет делать она, а ремонт будет делать муж. Наверняка. Мне нравится, как она сегодня все красиво, дает ремонт. Говорит, по ресторану каждую пятницу забирай. Ремонт забирай. Все. Идем дальше. Итак, следующее бумажненько. Итак, идем дальше. Гладить. Гладить, дорогие друзья, будет наш жених. Сейчас я ничего не умею. Вот так вот. Да. Придется научиться. Мы, как говорится, все запомнили, кто чем будет заниматься. Идем дальше. Хотя нет, вы сможете сделать ответные жесты. Итак, типа гладить. Даю. Вот просто. Открыл. Да. Идем дальше. Стирать ремонт. Идемке будет наша невеста. Давайте этот. Тащим дальше. Да. А жених тогда будет развешивать. Да? Итак, что там? Нет, 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 нет. Что там было? Рожать детей. Друзья мои, это будет первый раз в жизни, когда, знаете, мужчина, как говорится, заработает миллион. Два, два. Уже два? Два, уже два. О, уж эти геи. И они меня доведут. Ладно, идем дальше. И как? Теперь платят, платят. И печать, все будет нормально. Положайся. Вы знаете, говорят, что женские роды можно сравнить с ударами тока. И сейчас действительно есть такая вот скука, можно заплатить деньги, и чтобы мужчине присоединили электродиоды, и он ощутил, как это рожать. Это действительно правда, есть такая штука. Идем дальше. Что будет делать наша невеста? Ходить на пляж. Ходить на пляж. Пожалуйста. Слушай, хорошо живешь. А тут надо. Просто да. Идем дальше. Итак, давайте подержим кулачки за нашим женихом. Он уже никак боится тянуть. И не верю. Итак, ну-ка, ну-ка, что будет делать жених? Готовить изысканные блюда. Пока жена отдыхает на пляже, наш жених в кости лица будет делать вкусняшки дома. Что будет делать невеста? Ответочка. Чем парируете? Ничего не делать. Выдавали. Написано. Ничего не делать. Вот его женское счастье. Это твай ща. Право чужую записывать. Так, идем дальше. Ну, точите. Опять. Бл***, ты пройду по полю. Ключи 9, все. Действительно. Немножко паренько, да? Идем дальше. Итак, что там? Ездить на пикнички. Ну, как говорится, в кости лица после своих домашних дел можно иногда, да, хотя бы и съездить на пикнички. Боже, мне кажется, свидетель обрадовался больше, чем за себя. Ух, наконец-то! Наконец-то вот и мартило. Ко мне, кубики! Так, идем дальше. Ну-ка, что там? Фарируем чем? Играть в видеоигры. Реально кайфушница просто. Качаем все. Давай, идем дальше. Вы говорили, 5 штучек у нас осталось. Какую твою дебилочку? Ну, на ее предель. 3. Давайте. На самом деле, 7, но их всего 5, поэтому 3. Давайте. Ну-ка. Что там? Лежать на диване. Истинно мужское занятие. Я думаю, знаете, вот если у тебя есть серийные трусы, то ты просто обязан сбежать на диване. О, золотые слова. Я вот за это выиграл. Вот серьезно. Так, идем дальше. Ну-ка. Последние несколько бумажек. Выносить мусор. Я тебе дарю разку. Опять подарок. С вас не попричали. Есть ты? Нет, я дарю. Итак, ребята, давайте буквально 3 бумажки и будем продолжать нашу шоу-программу. Давайте. Поддержим женика. Напоследок. Итак, у него уже, судя по всему, будет жизнь нелегкая. Вот такая приятная. Двигаемся дальше. И там? Нячий детей. Нячий детей. Ну, это он мне помогает. Согласен. Согласен. Скайп любому мужчине, да? Ну, типа. Бухать целый год. Я сейчас не пишу. Она упала, я могу переписать. Итак, зарабатывать деньги будет наша невеста. Ну, я на розыск. Опять даришь, да? Я на розыск. А, все понятно. Если он будет рожать детей, вы будете зарабатывать. Банкир, так сказать. Ладно, идем дальше. И последняя бумажника. Друзья мои, легкая барабанная дробь. Последняя семейная обязанность. Смотреть телевизор. Все совпало. Друзья мои, это хэп-трик. Лежать на диване и смотреть телевизор. Все, друзья, и пить его, да. Все. Жизнь удалась. Любимая девушка. Рядом. Любимая жена. Я так-то так сказал. И мы готовы продолжать нашу шоу-программу. Давайте. Все это пускай уже остается там.